МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Платить по белому налоговые инспекторы проверили, где в Чубаксарах нарушают трудовое законодательство. С надеждой на Корею глава Чуваши Михаил Гнатьев встретился с чемпионкой всемирных юношеских олимпийских игр Ланой Просаковой. Великолепная пятерка и вратарь в Чубаксарах завершились игры школьной хоккейной лиги. Как исполнен бюджет Чувашии прошлого года и насколько республика готова к посевной обсудила сегодня правительство региона? Подробнее в репортаже Ольги Пырочкиной. 37 миллиардов 122 миллиона. Таков республиканский бюджет за 2015 год по доходам. Это на 240 миллионов рублей больше, чем в 2014. По расходам казна составила 40 миллиардов 8 миллионов рублей. Как и в прошлые годы бюджет называют социально ориентированным. Наибольший удельный вес структуры расходов занимает расходы на образование 28%, соцполитику 20,5%, здравоохранение 17,2%. По сравнению с прошлым годом улучшилось положение и в сельском хозяйстве. В республике вырастили больше овощей, хмеля, произвели больше молока и мяса. На фоне многих других отраслей в непростых экономических условиях сельское хозяйство вообще демонстрирует устойчивый рост. Однако есть застарелые проблемы, от которых не избавиться до новой посевной. В Чувашской республике, как и в целом, по стране остро ощущается дефицит кадров сельской местности. И также одна из основных проблем – это кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей организации игропромышленного комплекса. Здесь основной проблемой при обеспечении заемными средствами сельскохозяйственных организаций и организаций АПК является их перекредитованность, которая не позволяет привлечь новые кредиты. Эти проблемы знакомы аграриям большинства российских регионов. Говорили о них и на совещании с полпредом президента страны в ПФО Михаилом Бабичем в Чебоксарах около месяца назад. Так что меры предстоит принять на федеральном уровне. Так или иначе, сейчас чувашские сельхозпроизводители с именами, обеспеченные по погодным условиям, смогут начать сев в первую неделю мая. Еще один вопрос повестки – перевод земель сельхозназначения в другие категории. В данное время по поручению Владимира Путина правительство готовит закон, согласно которому неиспользуемые земли сельхозназначения следует отбирать у нерадивых владельцев и передавать тем, кто будет их возделывать. Однако ситуация не всегда однозначна. Некоторые объекты, которые по тем или иным причинам оказались на земле, предназначены для сельского хозяйства, необходимы населению. К примеру, заправка в Батревском районе находится рядом с теми населенными пунктами, где не так много людей живет. Они обслуживают сельхозтехнику, близлежащие населенные пункты деревни. И если бы закрыли эту заправку, то жителям пришлось бы ездить на расстояние около 20 километров. То есть это тот объект, который существовал еще в советское время. Однако после перевода земель сельхозназначения предпринимателям не удалось раньше узаконить этот объект. Для разрешения таких ситуаций до 1 июня нынешнего года в Чувашии ввели льготный период, когда предприниматели могут перевести свои земли в подходящую категорию. На заседании рассмотрели 4 таких участка в Ядренском, Батревском и Цивильском районах. Глава Чувашии отметил, каждый случай следует внимательно изучить. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Республика обеспечит безопасность спортсменов во время чемпионата мира по футболу. Зарубежные команды приедут чебоксары на предматчевую подготовку. Как будут охранять тренировочные базы, обсуждали сегодня члены антитеррористической комиссии. Международная федерация футбольных ассоциаций утвердила 64 базы для тренировок участников чемпионата мира. В этот список вошли чебоксарские стадионы, Олимпийский и Спартак. Последние события в европейских странах заставляют задуматься о безопасности спортсменов и зрителей. Глава республики отметил, что это приоритет государственной политики. И специальные службы, и правоохранительные органы, и институты гражданского общества, и все должностные лица органов власти, конечно, должны усилить свою работу. Приоритет государственной политики, где безопасность людей, она была и остается. Надо будет средства предусмотреть и в консолидированном бюджете Чебовской республики, и через Министерство спорта Российской Федерации, привлекая средства, четко координировать действия всех ведомств по обеспечению безопасности в ходе подготовительных мероприятий. Оба стадиона должны соответствовать требованиям ФИФА. На спортивных аренах установят современное оборудование. Проекты по реконструкции объектов уже разработаны. Стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 134 миллиона рублей. Как уже было сказано, из федерального бюджета на реконструкцию площадок выделяется 80% от стоимости выполнения строительных монтажных работ и стоимости пропитаемого оборудования. Международным требованиям безопасности должны соответствовать и гостиницы, где будут проживать футболисты. Водороссия письмом от 26 января 2016 года в целях усиления мер антидетической защищенности в местах размещения команд на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года рекомендовала применение на указанных объектах стационарного металлообнаружителя, рентген на телевизионной установке и носимых технических средств досмотра. В учениях также принимают участие и наша республика. Глава Чувашии провел рабочую встречу с военным комиссаром Чувашской республики Александром Макрушиным. Весь спектр поставленных задач надо выполнить максимально оперативно, подчеркнул Михаил Игнатьев. В том числе и по предупреждению террористических угроз и стихийных бедствий. Было доложено оперативно-трактическое задание, также приняты решения. Помимо этого были обсуждены вопросы по военно-патриотическому воспитанию, а также по подготовке к предстоящему параду 9 мая. Единая Россия в Чувашии предложила жителям республики принять участие в формировании своей предвыборной программы. Об этом сегодня заявили в региональном отделении партии. Внести предложение может любой житель республики. Кроме этого, единороссы рассказали, как выполняются наказы, собранные в предыдущие выборы. Еще на съезде Единой России, который прошел в феврале, было решено сформировать программу, которая определит дальнейшее развитие страны. Комиссию по созданию такой программы возглавила лидер партии Дмитрий Медведев. Мнение регионов, региональных отделений, общественных организаций, трудовых коллективов, а также наших кандидатов предварительного партийного голосования будут учтены все. Для нашего регионального отделения сегодня стоит не менее важная задача. Это составление такого уже приблизительно программного документа, предвыборной программы, но уже на выборы в государственный Совет Чувашской Республики. Опыт создания такой программы есть в столице республики. В 2015 году в рамках предвыборной кампании главы Чувашии и городского собрания участники предварительного партийного голосования, а затем и кандидатов депутата собирали наказы избирателей, из которых и была сформирована народная программа. Выполнять ее начали еще до выборов. После обработки всех обращений был составлен виестр наказов избирателей. В него вошли более тысячи пожеланий от жителей столицы республики. 620 были выполнены в прошлом году. Остальные постепенно реализуются или взяты на депутатский контроль. Микрайон Альгершево, они просят строиться, большой микрайон, они просят детский сад. Конечно же, мы, хотя и программа федеральная закрылась, мы изыскиваем средства, чтобы этот детский сад начать строить в этом году. Что касается строительства школ, тоже мы говорим, что в городе Чебоксары планируем строить и реконструировать не менее 10 школ. В этом направлении тоже будем работать. Что вошло в программу 2016 года, это, конечно, благоустройство дворовых территорий. Это асфальтировка дворовых территорий, это парковочные места, это детские площадки, это освещение дворовых территорий, освещение межквартальных дорог. Кроме этого, на пресс-конференции секретарь Чувашского отделения «Единая Россия» объявил о своем намерении участвовать в предварительном партийном голосовании. Посоветовшись своими коллегами, однопартийцами, я принял решение и выдвинул свою кандидатуру на участие в предварительном партийном голосовании по кандидатам для дальнейшего выдвижения уже в единый день голосования 18 сентября в депутаты Государственной Думы. Срок подачи заявления на участие в предварительном партийном голосовании по определению кандидатов в Государственный совет продлен до 30 апреля и посредственно голосование пройдет 22 мая. Серые зарплаты вне закона. Сегодня об этом предпринимателям в очередной раз решили напомнить сотрудники налоговой службы. Инспекторы отправились с проверкой по местам общественного питания, руководители которых уже нарушали законодательство. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Два просторных зала, больше 50 мест, но администратор пытается убедить инспекторов, что это кафе обслуживают только три человека. Ее словам сотрудники налоговой службы верить отказались. У вас какой режим работы? У нас с 10 до часа ночи. Работают всего три работника каждый день без выходных. Ну как, понимаете? А как, с кем меняются, если всего три работника работают? Значит, у вас больше работников? Получается, получается больше. Вывести на чистую воду администратора все же удалось. По документам в кафе трудится три человека, еще четверо получают зарплату в конвертах. Выяснилось и другое. Уже три года руководители не оплачивают налоги. Сейчас вам выпишут уведомление о явке. Руководитель или главный бухгалтер со всеми договорами должна будет явиться на комиссию. До конца недели обязаны оформить официальные работников этого кафе. Его фискалы посещают далеко не в первый раз, но руководители по-прежнему наступают на старые грабли. Очередная проверка показала, что по договору здесь трудится только один человек. Хотя на рабочей месте инспекторы застали еще пятерых. А вы сегодня здесь первый день? Сегодня не первый день. Третий день. А как вы третий день без трудового договора? Нет. Они же как... Как вас допустили для исполнения своих должностных обязанностей? Нет, они не допустили. Я смотрю еще. Если я не нравлюсь им, они не берут. Это, как говорится, не знаю. Но это равно же вы должны до того, как вы поступаете в исполнение должностных обязанностей, заключить трудового... Директор пообещала, что уже на следующей неделе работники начнут получать заработную плату по договорам. Татьяна, все устраним. То, что нарушения, кое-какие нарушения были выявлены. Работаем недавно. Завтра мы обязательно предоставим все договора в налоговую. Все договора трудовые заключите? Трудовые заключим обязательно, да. Каждый год сотрудники налоговой службы проводят более тысячи подобных рейдов. По результатам этой работы 844 работодателя заключили трудовые договора со своими работниками или повысили заработную плату до реальных ее размеров. 79 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. 727 работодателей уплатили в бюджеты нашей республики налог на доходы физических лиц. С нарушителями представители налоговой службы беседуют на комиссиях. Чаще всего предприниматели стремятся устранить нарушения сразу, не дожидаясь повторных проверок. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с чемпионкой всемирных юношеских олимпийских игр Ланой Прусаховой и ее тренером Никитой Васильевым. По словам Михаила Игнатьева, он следил за выступлением спортсменки на юношеских олимпийских играх, был рад ее победе. А на днях глава Чувашии получил благодарственное письмо от министра спорта России. Очень хорошие и добрые слова описал министра спорта Российской Федерации. То, что вы на самом деле получили золотую медаль, дали возможность завоевать достойное место сборной Российской Федерации. Ну и мы надеемся на вас, что вы будете реальным кандидатом, претендентом в составе сборной команды Российской Федерации для участия уже на олимпийских зимних играх, которые будут проходить наскорее. Михаил Игнатьев поинтересовался, как такой хрупкой девушке удалось победить в таком экстремальном виде спорта, как слоупстайл. Лана рассказала, что сначала занималась горными лыжами, но особых результатов не добилась. Мне предложили попрыгать с трамплинов. Я согласилась, мне понравилось. Потом первое место заняла на спорта-океаде. Так и получилось, что сборной попала. Перед началом заседания кабинета министров Михаил Игнатьев вручил Лане Прусаковой и ее тренеру Никите Васильеву благодарность главы памятные наручные часы и пожелал спортсменке дальнейших побед. Три месяца юные хоккеисты боролись за кубок Андриана Николаева в рамках школьной хоккейной лиги. Всего в матчах ШХЛ приняли участие 16 команд. Лучшие встретились в финале на льду дворца Чебоксара-арена. Кому достался главный трофей соревнований в нашем следующем сюжете. Школьная хоккейная лига в этом году в Чебоксарах стартовала впервые. Дебют удался. Проект городской администрации понравился как спонсорам, так и спортсменам. Уже одно то, что за них болеют, они забивают. Причем проводят какие-то комбинации. Это уже говорит о том, что мы чего-то добились. Что касается перспектив, то мы думаем, что в следующем сезоне мы обязательно расширим этот проект как минимум в два раза и доведем количество команд до 32. Все команды, боровшиеся за кубок дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева, были разделены на два дивизиона. «Восток-3» и «Союз-9» в честь названия кораблей легендарного космонавта. Учащиеся получили экипировку и необходимый инвентарь. И главное, в столицу республики стали возрождаться дворовые хоккейные площадки. В 2015 году мы построили пять коробок новых, оснащенных, современных. На следующий год, на следующий сезон тоже планируем это сделать. В этом же году получается 16-17 сезон школьной хоккейной лиги. Ну и будем содержать тренеров, будем активно помогать этим командам. В матче за третье место дружина 50-й школы обыграла команду 4-го лицея. В противостоянии за первое место школьной хоккейной лиги скрестили клюшки команды 62-й школы «Буран» дивизиона «Восток-3» и «Тигры» из 2-й школы дивизиона «Союз-9». Болельщики поддерживали одинаково каждую из команд. Однако, как и «Ракета «Восток-3»» вышла в космос раньше «Союза-9», так и представители этого дивизиона первыми начали атаковать ворота соперника. С преимуществом в три очка победу одержали хоккеисты «Бурана» со счетом 5-2. Мы не боялись соперника и были уверены, что мы выиграем. Я хочу, что в следующем сезоне мы играли еще лучше. В течение сезона игралось хорошо. Мы сыграли с многими командами. С каждой игрой было немного тяжело, но мы смогли победить. Я хочу участвовать в следующем году, чтобы помочь в команде. Хочу, чтобы моя команда выиграла везде, и мы получали кубки. Конечно, победа не главное. Однако, получать кубок Андреяна Николаева – дело очень почетное. В качестве награды все призеры Школьной хоккейной лиги получат шанс побывать на играх Континентальной хоккейной лиги или на Кубке Гагарина. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». Гость студии – директор Центра новых образовательных технологий Галина Арзамасова. Речь в программе пойдет о том, как проводится в Республике единый государственный экзамен. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин